Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь. И на этой неделе мы начинаем изучение второй книги Пятикнижия Моисеева. Это книга «Шмот». И наша недельная глава, она также называется «Шмот». Что означает «Имена». И наша недельная глава, это книга «Исход» с первой главы по шестую главу первый стих. И в начале нашей недельной главы, в частности, вот в первой главе книги «Шмот», что мы можем видеть? Мы видим формирование народа Израиля. Вы помните, что из Египта пришла небольшая группа людей. Но в нашей недельной главе мы видим, что это уже народ. И интересно то, что о том, что это народ, говорят не сами евреи, об этом говорил фараон. Фараон, который был противником Израиля, он был первым человеком, который увидел, что это уже не просто группа людей, это не просто племя, это народ. И в книге «Исход» в первой главе восьмом стихе написано «И сказал он народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас». Но вы знаете, что не только многочисленность народа, она показывала, что это народ, что не только его сила, то, что их много, они сильные, показывала, что это народ. Но прежде чем пойти дальше, я хочу сказать, что вот эти события, которые описаны в первой главе нашей недельной главы, они находятся в пределах порядка трехсот лет. Вот первая глава – это триста с чем-то лет. Это так, чтобы был понятнее дальнейший ход моей мысли. И давайте прочитаем книгу «Шмот», первая глава с первого к пятый стих. Я буду читать в оригинальном еврейском переводе, поэтому если с иноидальным есть какие-то несоответствия, еврейский правильнее. Это первоисточник. «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, с Яковом пришли они, каждый со своим семейством, Реувем, Шимон, Леви и Ягуда, Исахар, Звулон и Беньямин, Дан и Нафтали, Гад и Ашер. И было все душ прямых потомков Якова семьдесят душ, а Яшев был в Египте». Что же мы можем видеть в этом перечислении? Ну, казалось бы, мы уже это читали, мы знаем, кто вышел, что опять перечисляются двенадцать патриархов, да? И в этом отрывке Торы мы можем видеть единство. Если посмотреть, то в этом мы усматриваем единство Божьего народа. Давайте мы немножко поразмышляем. Двенадцать братьев. Они были взрослыми все мужчинами на тот период времени. У каждого была своя семья. Когда они выходили в Египет, еще было понятно, как бы, ну, их к этому подвигала нужда, потому что был голод, и у них как бы не было другого выхода, и они все вместе встали и ушли. Им надо было все вместе спасать свою жизнь, потому что от того, уйдут они туда или не уйдут, зависела их жизнь. Я беру чисто такой физический характер, не касаясь духовной сферы, просто они вышли, им надо было спасать свою жизнь. Был голод. В Египте, у них была у каждого своя семья. Они могли, когда решились их вопросы, они могли быть отдельно, они могли жить отдельно. Но в этом отрывке, который, как я сказал, он, это глава в районе 300 лет, началом этого отрывка есть то, что они вышли с Яковом и перечисляются все 12 колен, которые держались вместе. И это очень интересный момент. Как это называется? Это называется семейство. И во все времена, во все поколения, в еврейском народе мы видим вот этот дух семейства, какая-то особенная сплоченность еврейского народа. Вы знаете, я поделюсь с вами тем, как мы с моей женой Ириной пришли первый раз в общину. Я скажу так, что до того, как мы попали в Орхомашеях, мы ходили по церквям. Ну как ходили? Нам предложили, говорят, пойдите посмотрите туда, пойдите посмотрите сюда. Нам не сказали, что вот вы пришли сюда, давайте оставайтесь здесь. Нам дали право выбора. Сказали, идите туда, идите сюда. И вы знаете, что-то было особенное на этом месте. И по прошествии времени, вот мы с женой рассуждали, и это особенность, вот это было состояние вот этой вот семьи. Вы знаете, мы когда попали, я вот сразу, Ира моя до сих пор помнит первое служение, подошла Татьяна Михайловна, все подошли, начали с ней знакомиться, здороваться. Она говорит, в моей жизни никогда такого не было. Совершенно посторонние люди приветливо подходили, общались. И это есть часть, которая есть частью именно еврейского народа. И знаете, интересно, также в нашем отрывке видит то, что имена, их имена, они были такими же именами, какими они были, когда они входили в Египет. Хотя, была ли у них возможность ассимилировать среди египетского народа? Была возможность. Они могли поменять свои имена, чтобы не выделяться, скажем так, сильно. Но акцент идет на том, что их имена были такими, как их назвал именно Яков. И в еврейской традиции как раз вот именам уделяется очень особое внимание, потому что имена имеют даже судьбонозный какой-то характер. И мы знаем, что это очень важная часть в жизни еврейского народа и вообще человека. И вы знаете, рассматривая данный отрывок, вот эти вот 300 лет, чуть больше там 300 лет, можно увидеть, это особенное действие Божьей руки. Вот мы на домашней группе у нас в четверг затрагивали этот вопрос. И мы увидели, ну так, примерно, мы так приблизительно посчитали, что, вы знаете, еврейские семьи имели порядка 10-12 детей. Вот на тот период времени было так сильно, была такая сильная рождаемость, что в семье было по 10-12 детей. Мы примерно посчитали, что вышло 70 семей, правильно? Вышло 70 семей и 320 лет, ну грубо говоря, при жизни, хотя жизнь у них была дольше, там 80 лет, 4 поколения, поколения налаживаются на одно, на одно, 8 поколений. И, ну, получается, там чуть меньше, 8, там 7 поколений, и мы знаем, сколько вышло людей из Египта, дается их неточное число больше 600 тысяч. Получается, ну, в среднем было 10 детей, а то и больше. И, что это, что это, это не благословение, это, я вообще считаю, что это чудо. Ну, это, это не просто благословение, это, это чудо, реально. 70 семей вошло в Египет, в страну, в державу, которая была на тот период очень мощной, сильной, большой державой, и через короткий период времени, в 300 с чем-то лет, еврейский народ, он становится многочисленнее, написано, в синаидальном переводе написано многочислен, в оригинале написано многочисленнее, он был больше, чем еврейский народ, и, ой, чем египетский народ, и, ну, представляете, на секундочку, такое, ну, такое возрастание колоссальное, и это божье чудо. И то, что происходило с еврейским народом, оно не происходило еще в очень таких простых условиях. В нашей недельной главе мы читаем о том, что их всячески, фараон, в виде их умножения, он всячески их угнетал, все более и более им было тяжело. Но при всем при этом, мы видим, что Бог благоволил, и народ возрастал, количественно умножался, усиливался. И в девятнадцатом стихе, когда фараон, я сейчас прочитаю этот стих, фараон дал повеление перед этим повивальным бабкам убивать младенцев мужского пола, после этого идет такой интересный момент. «И ответили повитухи фараону, ведь еврейки не похожи на египтянок, они как животные, прежде чем к ним придет повитуха, они рождают». Ну, конечно, для нашего уха не очень сильно приятное сравнение, как животные, но если взять на тот период времени, то, что женщина рождала много, это было благословение. Для женщины это была честь, много рожать, и это наоборот было как бы комплимент. И что видно, что женщины рожали просто, а еврейские толкователи, даже они в этом вопросе, изучая этот вопрос, они пришли к выводу того, что рожали даже двойнят, рожали тройнят, потому что, ну, как животные рожают много, так вот было много вот таких рождений, и несмотря на то, что эти дети, как бы, казалось бы, должны быть физически слабее, когда они рождаются двое-трое, но они наоборот, они были сильны, и народ усиливался, умножался и усиливался, написано в оригинале, чрезмерно, и это было реально благословение Божие. Но мы видим также в нашей главе, вот в первой части этой главы, что как было благословение, как была видна рука Божия, действие Божие, чудо Божие в устроении народа, который в перспективе будет народом Божьим, с которым Бог заключит завет, мы видим также противостояние врага. И в роли врага здесь выступает царь египетский, и я прочитаю тоже небольшой отрывочек, и мы по нему немножко порассуждаем. Книга Исход, первая глава, восьмой и десятый стих. «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа, и сказал он народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас, давайте перехитрим его, а не то умножится он, и случись война, присоединится и он к неприятелям нашим, и будет воевать против нас, и уйдет из страны». И первое, что мы читаем, что это царь восстал. Вообще, значение слова восстал, вот в Писании, оно употребляется только при каком-то силовом воздействии. Это не было то, что поменялась династия просто, это был государственный переворот. Царь, ну, это не был последователь тех царей, которые знали Иосифа. Был государственный переворот. И как происходит обычно в таких вопросах этому человеку, ну, этому лидеру, который, человеку, этому царю, который совершил это дело, ему надо было что сделать? Ему надо было отвести взгляд народа от его неправильных действий и перефокусировать в другом направлении. И для этого он избирает еврейский народ, хотя если мы посмотрим и почитаем внимательно, то сам народ Египта, он не был против, по большому счету, не был против евреев. И я понимаю, что пребывание евреев, оно несло благословение. Потому что с их помощью, написано, были построены два города, их хранилища. Не благословение ли это? Благословение. И евреи занимались очень многими видами работ. Вот, и в этом для египетского народа была какая-то даже, ну, своего рода прибыль и радость. Но фараон, он как руководитель, как все, он решил решить свои какие-то вопросы путем того, что начался первый, вот мы читаем в Писании, первый геноцид еврейского народа. И начиналось это все, в принципе, не сразу, что так. Оно все начиналось поэтапно. И мы можем считать, что вначале изнуряли работами. После того, как это не помогло, то начали изнурять их, обращаясь с жестокостью особой. И после этого, когда вот, ну, еврейский народ, он уже немножко, конечно, начал чувствовать себя в позиции рабов, то фараон уже начал такое физическое уничтожение младенцев. И видно и интересно то, что в конце концов вот сам этот фараон, он пришел к такому своего рода даже безумию. Потому что, опять-таки, читая оригинал, можно увидеть эти моменты, потому что в Синаидальном переводе написано в 22 стихе, что всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку. Но в оригинале написано, повелел фараон всему своему народу, всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил, о всякой девочке давайте жизнь. И толкователи Торы, они говорят о том, что, вот в частности Иосиф Лави, он говорил о том, что фараону было предсказано о том, что родится еврейский мальчик, который будет на погибель египетского царя, в частности, и египетской империи. И он так испугался, что в перспективе начал убивать даже всех мальчиков и своих, и египетских. Ну, это так говорится по толкованию. И изучая описание, мы видим, что в оригинале не написано, что именно еврейских мальчиков. И если мы вспомним с вами историю рождения Ишуа, то царь Ирод, он также это делал. Испугавшись рождения Машеха, он убивал младенцев в определенной части страны, причем это были младенцы его народа. Хорошо. И вы знаете, несмотря на все, что происходило, несмотря на то, что было такое реальное давление, ну, это было тяжелое время для народа Израиля. Несмотря на это, Божья рука была с израильским народом. Мы можем читать во второй главе, что Бог услышал стенание их и вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. Бог, Он никогда, ни при каких обстоятельствах, Он не забывает своих обещаний. Бог, Он никогда не будет действовать против того, что Он сказал. И мы видим, что Бог дает родиться этому мальчику. Этот мальчик таки рождается. Рождается великий вождь, великий пророк. Ну, вы знаете, родился Маше, который стал тем человеком, который вел Израиля, который научил его жить с Богом. И я хочу вам прочитать еще один небольшой отрывок и еще коротко по нему поразмышлять. Но прежде я хочу сказать, что глава данная вообще очень интересная. Она большая, она, ну, очень много в ней интересной информация, я вас просто, ну, ободряю к тому, чтобы прочитать ее дома, порассуждать, посмотреть. Мы можем видеть здесь, ну, все, рождение Маше, все, как происходило в его жизни, то, как Бог даровал ему спасение, о том, как он же воспитывался в доме фараона, о том, как Бог призывает его. Интересные моменты о том, как Маше, он всячески не хочет войти в свое призвание, его диалоги с Богом такие интересные. И, знаете, вообще жизнь Маше, она, ну, она была действительно интересной. И Дерек Принс, вот, он нашел 27 сходств между Маше и Ишо, вот, жизнь Маше и Жеси Ишо, я советую, почитайте, может быть, он что-то упустил, а у вас будет возможность это добавить, не пропустите такую возможность. Хорошо, и давайте мы прочитаем еще книгу Исход, 4 глава, все-таки хочу еще коснуться немножко тему жизни Маше. 4 глава, 24-26 стих. И было в пути на ночлег, настиг Бог Маше и хотел умертвить его. И взяла цепора острый нож и обрезала крайнюю плоть сына своего, коснулась ног Маше и сказала, ибо жених крови ты мне. И отпустил он его, тогда сказала она, нужна тебе кровь, кровь и обрезание. Удивительный момент, все это происходило после того, как Бог призывает Маше. Бог призывает, Бог дает Маше знамение, Бог дает ему знамение посоха, превращающегося в змею, Бог дает ему знамение руки прокаженной, Бог ему дает знамение того, кровь превращается, вода превращается, кровь Маше отпирается от того, что Бог его призывает, но соглашается, идет, и тут на ночлеге Бог хочет его умертвить, да, немножко удивительный момент, почему, почему Бог хотел умертвить в Маше, и вы знаете, интересный очень момент, если мы вообще посмотрим внимательно и почитаем этот отрывок, что мы видим, что это происходило из-за того, что был не обрезан сын, но читая отрывок Тори, мы видим, что у Маше на тот период было два сына, из этого можно делать вывод, что сам Маше, он был обрезан, и был обрезан его сын, если по завету, который Бог делал с Авраамом, каждый младенец он должен был обрезаться на восьмой день, из этого мы можем сделать вывод, что был младший сын, он был таки обрезан, потому что его обрезали на восьмой день, не был обрезан старший сын Маше, почему это происходило, почему Маше не обрезал своего старшего сына, если он сам был обрезан? Он обрезал младшего сына. Почему же он не обрезал старшего своего сына? И вы знаете, тут есть два мнения. Опять-таки, толкователи Торы, они пришли к такому мнению, два варианта. Вариант первый о том, что тесть Маше, Яфор, который был священник Мадиамский, он был священником-язычником. И он, скажем так, когда говорил с Маше по поводу его женитьбы, он сказал, что первенец должен быть, у него был договор с тестью, что он должен быть не обрезан. Это одна из версий. Вторая версия, что сама Цеппора, она понимая, что это в любом случае болезненное действие для ребенка, и она отговорила Маше это сделать. И Маше, будучи любящим мужем, он как бы ее послушал. Ну, это опять-таки, это толкование. Мы видим факт, что старший сын, он не был обрезан. И почему же Бог хочет умертвить Маше за то, что он не обрезал своего сына? Почему? Давайте мы посмотрим, кем был Маше. Маше был человеком, который должен был вывезти Израиль из Египта. Маше был руководителем израильского народа. Маше был вождем, он был пастырем израильского народа. И он должен был своей жизнью, тем, как он живет, как происходит в его семье, показать важность завета с Богом. Важность тому, что происходит между Богом и человеком. Вы знаете, что вообще, вот мы сейчас с Витей даже перед собранием немножко поговорили по этому поводу. Мы видим в принципе, мы можем, и мы знаем из Писания, что не весь народ, который был в Египте, обрезывался. Мы знаем, что уже потом, впоследствии было обрезание народа. И интересно то, но были люди, которые обрезали. Сам Маше, он был обрезан, потому что Бог его не наказывал за то, что он был не обрезан. Был не обрезан его один из сыновей. И если мы посмотрим, как руководитель, как вождь, он должен был вести себя соответствующим образом. И мы знаем, в Новом Завете, в Брит-Хадыша также написано определенные требования, которые предъявляются к служителям, к епископам, к служителям. Человек должен устроять, чтобы его дом был устроен, чтобы у него были дети верные, чтобы люди, смотря, они говорили, да, это служитель Божий, это пример. И Маше, он как раз должен был быть этим примером. Для этого у него должен был быть порядок в семье. Интересна в этом отрывке даже роль Цепора. Она хоть и была язычница, но я предполагаю, это моя догадка, что она знала о обрезании. Она знала, что это такое. У нее был диалог с мужем, потому что она спрашивала его, зачем мы делаем это с нашим младшим сыном. Я думаю, ну, они не были чужими людьми, у них были диалоги, и она это знала. И интересно то, что в решающий момент жизни человека, да, мы не видим, чтобы она несла какие-то там служения, какие-то все, но в решающий момент его жизни она сыграла роль в судьбе Маше. Она была помощницей, и в конце она сказала, нужна тебе кровь, кровь обрезания. У язычницы пришло понимание того, что это надо делать, и это правильно. И вы знаете, коротко итог. И в нашей с вами жизни, а мы с вами являемся все-таки Божьим народом, всегда будет враг, он нам противостоять. Он будет пытаться нас всячески изнурять какими-то работами, заботами житейскими, суетой и так далее. Но наша с вами сила, наша сила в единстве. Пока мы будем, когда мы будем в единстве, когда мы будем пребывать в общении друг с другом, когда мы будем пребывать в совместных молитвах, в преломлении хлеба, то всегда будет благословение с нами. Вы знаете, и когда мы будем целостны, то в нас будут видеть народ. В нас будет виден народ, и народ Божий. И тогда мы будем не только усиливаться, мы будем и усиливаться, мы будем умножаться, и Царство Божие, оно будет распространяться. Но при всем при этом мы должны не забывать один момент, что все-таки нам надо держаться завета с Богом. Нам надо исполнять все то, что Бог повелевает нам делать. И пусть Господь нам в этом поможет на нашем пути в небеса. Во имя Ишоа Мессии. Субтитры создавал DimaTorzok